Добрый день! Любое другое время суток по вашему выбору. Сегодня мы продолжим читать доклады Вячеслава Михайловича Молотова. И у нас очень сложная будет тема, а именно доклад 31 октября 1939 года, то есть который посвящен изменениям во внешней политике СССР. Я настоятельно вам рекомендую послушать ролик про доклад от 31 мая 1939 года, потому что я там многие моменты проговаривал, да, касающиеся специфики подобных выступлений. Ну, вкратце повторю, да, во-первых, всегда надо ставить текст в исторический контекст, извините за рифму. Вот нельзя выдергивать из него просто цитатки и говорить, вот, вот там они хотели этого или хотели того-то и так далее и тому подобное. Надо всегда представлять, что в это время происходит вокруг, да, международной дипломатии в политике. Это первый момент. Второй момент. Всегда надо понимать, кому и зачем это говорят. То есть, ну, естественно, это говорится, во-первых, депутатам Верховного Совета СССР, но во вторую очередь это всегда говорится нашим международным партнерам, да. Вот, то есть, это послание им, ну, потому что документ не секретный, вот, все-все, все текст знают. А вот, в-третьих, надо всегда принимать во внимание, кто это говорит, да. То есть, во-первых, это говорит дипломат, вот, поэтому очень много обтекаемых всяких формулировок и так далее и тому подобное. И может, кстати, присутствовать, там, дезинформация, например, да. Во-вторых, это говорит марксист, да, то есть, это человек, который смотрит на мир с марксистской точки зрения, с точки зрения коммуниста. Ну, и предполагается, что все присутствующие прекрасно понимают, что он имеет в виду, да. То есть, вот так вот. Так что, вот, проговорив все эти дела, да, начнем читать. Я сразу скажу, этот доклад гораздо сложнее предыдущего, потому что в данный момент ситуация, как мы понимаем, изменилась. Уже началась война, да, уже началось махание оружием, да, какие-то жесткие разборки на кулаках и так далее и тому подобное, да. Поэтому риторика стала гораздо более такой сложной, да. Ну, короче, по тексту будем разбираться, что тут к чему. Итак, доклад о внешней политике правительства на внеочередной пятой сессии Верховного Совета СССР 31 октября 1939 года. Председательствующие, приступаем к рассмотрению первого вопроса порядка дня. Слов для доклада о внешней политике правительства. Предоставляется председателю Совета Народных Комиссаров, ну, то есть, премьер-министру по нашему наркому иностранных дел Вячеславу Михайловичу Молотову. Бурные продолжительные аплодисменты. Все встают. Да здравствует товарищ Молотов. Ура товарищу Молотову. Да здравствует сталинская политика мира. Извините, пожалуйста. Молотов. Товарищи депутаты, за последние два месяца в международной обстановке произошли важные изменения. Это относится прежде всего к положению в Европе, но также и к странам, находящимся далеко за пределами Европы. В связи с этим надо указать на три основных обстоятельства, имеющих решающее значение. Во-первых, надо указать на изменения, произошедшие в отношениях между Советским Союзом и Германией. Со времени заключения 23 августа Советско-германского договора о ненападении был положен конец ненормальным отношениям, существовавшим в течение ряда лет между Советским Союзом и Германией. Ну, кстати, сразу хочу сказать, что фамилии Гитлера или что-то там про фашистов, Молотов, естественно, здесь не произносят ни разу за весь текст. На смену вражды, всячески подогревавшейся со стороны некоторых европейских держав, пришло сближение установления дружеских отношений между СССР и Германией. Дальнейшее улучшение этих новых хороших отношений нашло свое выражение в Советско-германском договоре о дружбе и границе между СССР и Германией, подписанном 28 сентября в Москве. Ну, как мы понимаем, договор о дружбе и границе стал возможен, когда появилась граница. А граница появилась после того, как там кое-что пропало между СССР и Германией. Произошедший крутой поворот в отношениях между СССР и Германией, между двумя самыми крупными государствами Европы, не мог не сказаться на всем международном положении. При этом события целиком подтвердили ту оценку политического значения советско-германского сближения, которая была на прошлой сессии Верховного Совета. Ну, там Молотов, мы помним, да, он говорил, что у нас тут торговые контакты и вообще, как бы, мы не видим причин, чтобы нам из Германии не дружить тоже, да. Ну, опять же, надо понимать еще такой момент, да, что Молотов, когда говорит о Германии, вот, он государство себе представляет не только как вот одного Гитлера, да, злобного, вот, но еще и, скажем, немецкий народ, немецкий пролетариат. Вот, вот, это, во-первых, а во-вторых, на самом деле, вот у нас сейчас очень в риторике это принято, это вот какой кошмарный был Гитлер, там все дела, вот, но с этим же самым Гитлером только что заключали Мюнхенское соглашение, вот, на момент произнесения вот всех этих речей это абсолютно рукопожарный политик, да, то есть, это еще не то чудовище, которым Гитлер стал уже для нас сейчас, вот, ну, в первую очередь потому, что он еще не сделал большинства того, собственно, за что его потом заклеймили парей, да, и монстром, вот, еще, например, нет, там, окончательного решения еврейского вопроса, да, то есть, вот таких вот вещей, еще нет, там, массовой гибели наших пленных у него в концлагерях, там, и так далее, и тому подобное, там, плана ОСТ, геноцида на наших территориях в первую очередь, да, то есть, и так далее, и тому подобное, то есть, этого всего еще нет, вот, и, соответственно, и наши политики, и европейские политики, там, Англия, Франция, и так далее, совершенно спокойно с представителями германского правительства общаются, вот, дальше. Во-вторых, надо указать на такой факт, как военный разгром Польши и распад польского государства. Правящие круги Польши немало кичились прочностью своего государства и мощью своей армии, однако оказалось достаточно короткого удара по Польше со стороны сперва германской армии, а затем Красной армии, чтобы ничего не осталось от этого уродливого детища Версальского договора, жившего за счет угнетения непольских национальностей. Ну, это, кстати, правда, да? Традиционная политика беспринципного лавирования и игры между Германией и СССР оказалась несостоятельной и полностью обанкротилась. Ну, я бы тут добавил, что между Германией, СССР, Англией, Францией, там, еще бог знает кем. Вот. Что из себя представляло Польша времен Пелсуцкого? Есть хороший ролик на канале Держать Курс, если его не забанили на Ютьюбе, ну, где-то он должен быть или ВКонтакте, или еще где-то на 3 часа. Вот. Очень рекомендую посмотреть, да? Ну, если у кого-то вдруг еще осталось вот это вот впечатление о Польше, а как о такой стране розовых пони, да, счастливой, вот, которую раздербанили два людоедских упыря. Это было немножко не так. Вот. И, честно говоря, мне вот кажется, что тут у Молотова, когда он говорит о Польше, я повторюсь, это мое ощущение, вот, существует некий момент злорадства. Ну, потому что Польша, она, мягко говоря, как бы очень много неприятностей доставила советскому государству за всю историю нашего существования. Ну, я не буду брать там периоды какой-нибудь Российской империи или так далее и тому подобное. Вот. И в Минск, брать и так далее и тому подобное, да? Вот. А когда мы им ответили адекватно, вот, соответственно, это нельзя. Ну, после этого Польша поддерживала все антисоветские движения, которые только существовали в природе. Там какая-нибудь организация Прометей, засылка агентуры на нашу территорию. Вспомним польского шпиона Вацлава Дворжецкого, например, нашего известного актера, посаженного ни за что, да? Вот. Ну, я уж не говорю о таких мелочах, как Марине голодом наших пленных, да? Там от 20 до 100 тысяч плавают цифры. Вот, соответственно, там, концентрационные лагеря, ну, это уже больше к внутреннему режиму Польши относится, да? Потому что там у нас запретили политическую оппозицию, да? То есть боролись с коммунизмом, траля-ля, все дела. Ну, если брать, собственно, режим, который установился в Польше, вот это называют консервативно-патерналистским, правоцентристским. Я бы его назвал таким фашистским вполне, да? Вот. Ну, может быть, просто не в острой форме, потому что для острой формы фашизма нужен развитый рабочий класс, вот, который и развитое левое движение, которое надо жестко подавлять, да? То есть, ну, а если у вас леваков мало, да, то, соответственно, и режим у вас будет мягкий. И тут можно спокойно пересажать просто всю оппозицию в концлагерь, да? И у вас останутся там какие-нибудь крестьяне, да, вот, которые сами по себе не являются базой для левого движения. Вот, но все равно тут был режим санации, были осадники, да, то есть на как раз этих самых территориях Западной Украины и Западной Белоруссии, да? Вот, то есть была эксплуатация местного населения, там, пассификация, ну, когда начали ущемлять в правах украинскую национальность, закрывать там православные церкви, украинские школы и так далее и тому подобное, украинцы тут же взбрыкнули. Тогда как раз активизировался АУН, да, и так далее и тому подобное, их жестко зачистили там, ну, и так далее и тому подобное. А вот, что же касается отношений Польши и СССР, то я думаю, что больше всего выбесить Молотову должна была позиция Польши на переговорах летних как раз, которые велись между Англией, Францией и СССР, да? Там мало того, что Англия и Франция, там нас откровенно динамили, ну, опять же говорю, это известнейший момент, да, в политике эти летние переговоры, когда с одной стороны сидит Клим Ворошилов, да, вот, а с другой стороны сидят генералы Думенко Дракс, или кто он там был, кто они там были, я уж не помню. А вот, и, соответственно, Ворошилов говорит, давайте заключим договор, да, вот, а эти граждане ему говорят, а у нас нет полномочий, вот, их спрашивают, а нахер вы тогда сюда приперлись, ну, они начинают там что-то мычать и так далее и тому подобное, да, вот, из чего господин Ворошилов, товарищ Ворошилов, простите, и товарищ Сталин понимают, что, соответственно, никто с ними договариваться не собирается, но если вы помните предыдущий доклад, то Молотов как раз об этом и говорил, ребят, давайте договариваться, ну, как видим, соответственно, никто договариваться не собирался, вот, и Польша в этом вопросе сыграла самую замечательную роль, потому что она своей позиции о том, что она ни за что в жизни не пропустит, соответственно, наши войска через свою территорию для удара по Германии, она просто аннулировала возможность любого договора на тему коллективной безопасности, да, вот, ну, там разные говорят, говорят, что Польша сама вместе с Германией хотела на нас напасть, вот, вот, что были там какие-то переговоры, но это такие тонкие моменты, в них надо глубоко копаться, вот, но факт есть факт, то есть, в том числе и благодаря Польше эти переговоры по коллективной безопасности были сорваны, и вот, когда Молотов о Польше говорит в этом докладе, у меня ощущение, что он такой, он испытывает чувство глубокого удовлетворения, вот, что вы, ребята, тут выпендривались, да, кричали, что мы никогда в жизни не пойдем на поводу у проклятых коммуняк, да, там, не пропустим ваши войска сквозь нашу территорию, нам плевать, что там Англия, Франция по этому поводу думают, вот, ну, и, соответственно, Польша получила, причем получила она и от всех, просто от всех, да, ведь если вдуматься, то она получила от Германии, да, вот, на которую, кстати, постоянно выпендривалась, вот, она получила от нас, вот, ну, старые счеты, и она получила по полной программе от своих союзников Англии и Франции, которые, объявив Гитлеру войну 2-3 сентября 1939 года, пальцем не пошевелили, чтобы Польше помочь, и спокойно, совершенно наблюдали, вот, как ее сначала Гитлер рвет, а как потом мы входим и забираем свое, вот, вот, то есть, соответственно, единственное, что они, по-моему, сделали, это приютили польское правительство в изгнании, которое тут же объявило войну Советскому Союзу, чем изменило статус поляков, которые сдались нам в плен, вот, во время этой самой операции, да, вот, то есть, если раньше они там считались, по-моему, интернированными, то здесь они автоматически превратились в военнопленных, вот, ну, умные люди, что сказать. В-третьих, следует признать, что вспыхнувшая в Европе большая война внесла коренные изменения во всю международную обстановку. Эта война началась между Германией и Польшей и превратилась в войну между Германией с одной стороны, Англией и Францией с другой стороны. Война между Германией и Польшей закончилась быстро, ввиду полного банкротства польских руководителей. Ну, тут тоже такой тонкий момент, потому что, ну, мы привыкли говорить Вторая мировая война, Вторая мировая война, но Вторая мировая война – это политический конструкт, во-первых, да, а во-вторых, это, скажем так, позднейшая формулировка, да, вот, для всей вот этой цепи событий, да, то есть, а в 1939 году это все еще не так очевидно, да, то есть, вот, у нас была война между Германией и Польшей, она кончилась, она кончилась уничтожением Польши, Польши больше нет, война кончилась, но Англии и Франции объявляют Гитлеру войну, да, и, соответственно, война между Германией и Польшей кончилась, и осталась война между Германией с одной стороны, а Англией и Францией с другой стороны, да, вот, чем она кончится, непонятно, потому что Англия и Франция как-то очень странно воюют, я повторюсь, они там все больше в футбол играют на позициях, и раскидывают туалетную, извините, листовочки над германскими позициями, а вот, война между Германией и Польшей закончилась быстро, ввиду полного банкротства польских руководителей, Польша, как известно, не помогли ни английские, ни французские гарантии, до сих пор, собственно, так и неизвестно, что это были за гарантии, действительно, очень хороший вопрос, А вот, общий смех, вот, начавшаяся между Германией и англо-французским блоком война находится лишь в своей первой стадии, по-настоящему еще не развернулась, тем не менее, понятно, что такая война должна была внести коренные изменения в положении Европы, да и не только Европы, в связи с этими важными изменениями международной обстановки, некоторые старые формулы, которыми мы пользовались еще недавно, и к которым многие так привыкли, явно устарели и теперь неприменимы, надо отдать себе отчет в этом, чтобы избежать грубых ошибок в оценке сложившегося нового положения в Европе. Но тут, насколько я понимаю, значит, такая часть обращения к левакам европейским, да, ну, и левым движениям во всем мире, чтобы объяснить позицию Советского Союза, вот, ну, потому что многие действительно впали в ступор от этого дела, то есть, было так все неожиданно. Известно, например, что за последние несколько месяцев такие понятия, как агрессия и агрессор получили новое конкретное содержание, приобрели новый смысл. Нетрудно догадаться, что теперь мы не можем пользоваться этими понятиями в том же смысле, как, скажем, 3-4 месяца тому назад. Теперь, если говорить о великих державах Европы, Германия находится в положении государства, стремящегося к скорейшему окончанию войны и миру, а Англия и Франция, вчера еще ратовавшие против агрессии, стоят за продолжение войны и против заключения мира. Роли, как видите, меняются. Тут надо опять сделать паузу, да, и с нашей точки зрения сегодняшнее вот это утверждение, оно звучит дико. Да, что Германия у нас стремится к миру, а Англия и Франция разжигают войну. Но, понимаете, опять же, исторический контекст. Дело в том, что именно в этот момент, да, то есть в конце октября 1939 года, де-факто, то есть все обстояло ровно так, как говорил Молотов. Потому что после того, как Гитлер раздербанил Польшу, ему не нужна была дальше война ни с кем. Вот, то есть вот он провел операцию, все, война закончена, да, он подписал договор с нами, и 6 октября 1939 года, да, он, соответственно, произнес в Рейхстаге речь, где предложил Франции и Великобритании заключить мир. А вот, соответственно говоря, что, ребята, у вас, мы к вам никаких претензий не имеем, мы не хотим там у вас какие-то территории отжимать, я забуду про Эльзас и Лотаринги. Ну, это такой вечный, больной, франко-германский вопрос, вот эти земли Эльзаса и Лотаринги, они постоянно там туда-сюда переходили из рук в руки. Вот, я забуду об этом, я забуду о том, там, траля-ля, все дела, вот, война это плохо, давайте все закончим. То есть в данном случае Гитлер, который, я напомню, является рукопожатным политиком. То есть это не какой-то изгой, это один из европейских серьезных лидеров, да, вот, он предлагает Франции и Великобритании мир, а Франция и Великобритания, соответственно, отказываются. Вот, премьер-министр Франции Эдуард Деладье сообщил, что Франция не станет обсуждать мирный договор, если в нем не будет гарантии полного подлинного мира и всеобщей безопасности. 10 октября он выступил с довольно враждебным и воинственным радиообращением, где выразил неверие в искренность немцев и говорил о наступлении французов на территорию Германии. После Австрии настала очередь Чехословакия, и после Чехословакии Польша. Вот, интересно, а кто же позволил Гитлеру взять Австрию, или Чехословакию, или Польшу? А кто же отдал ему Рур и Саар, интересно? А не было ли это французское правительство, которое при всех вот этих акциях Гитлера, оно либо с Гитлером бросалось обниматься, да, вот, либо делало вид, что ничего не происходит, да. Ну и, соответственно, Невил Чемблерлин, вот, премьер-министр Великобритании, сказал примерно то же самое, да. Вот, то есть, ну и, соответственно, из Германии ему написали, ну, ребят, вы отвергаете наше мирное предложение, вы выбираете войну, вот об этом говорит Молотов. То есть, в той ситуации, которая сложилась на конкретно вот этот момент, Молотов говорит абсолютную правду, да. Тут можно там про другое говорить, можно говорить там, насколько искренен был Гитлер в своих там предложениях и так далее, и тому подобное, что он там, может быть, всех хотел обмануть и так далее. Может быть, и хотел. Но чисто внешне Молотов абсолютно прав, вот, и это действительно так выглядит, поэтому он совершенно с полным основанием обвиняет Англию и Францию в том, что они разжигают войну. Вот. Попытки английского и французского правительства оправдать эту новую позицию, данными Польши обязательствами, разумеется, явно несостоятельны. О восстановлении старой Польши, как каждому понятно, не может быть и речи. Ну, то есть, хрен мы вам отдадим Западную Белоруссию и Украину. Вот, это наше. А вот поэтому бессмысленным является продолжение теперешней войны под флагом восстановления прежнего польского государства. Понимая это, правительства Англии и Франции, однако, не хотят прекращения войны и восстановления мира, а ищут нового оправдания для продолжения войны против Германии. Последнее время правящие круги Англии и Франции пытаются изобразить себя в качестве борцов за демократические права народов против гитлеризма. Причем английское правительство объявило, что будто бы для него целью войны против Германии является ни больше ни меньше, как уничтожение гитлеризма. Получается так, что английские, а вместе с ними и французские сторонники войны объявили против Германии что-то вроде идеологической войны, напоминающей старые религиозные войны. Действительно, в свое время религиозные войны против еретиков и иноверцев были в моде. Они, как известно, привели к тягчайшим для народных масс последствиям и хозяйственному разорению и культурному одичанию народов. Ничего другого эти войны и не могли дать. Ну, можно вспомнить религиозные войны, например, в Германии, где там треть населения выбили, если не больше. Но эти войны были во времена Средневековья. Не к этим ли временам Средневековья, к временам религиозных войн, суеверий, культурного одичания тянут нас снова господствующие классы Англии и Франции? Во всяком случае, под идеологическим флагом теперь затеяна война еще большего масштаба и еще больших опасностей для народов Европы и всего мира. Но такого рода война не имеет для себя никакого оправдания. Идеологию гитлеризма, как и всякую другую идеологическую систему, можно признавать или отрицать это дело политических взглядов, но любой человек поймет, что идеологию нельзя уничтожить силой, нельзя покончить с ней войной. И это, кстати, чистая правда. Вот, потому что нет случаев, насколько я знаю, в мировой истории, когда какую-то идеологию уничтожали с помощью силы или войны. Можно уничтожить ее носителей, но саму идеологию не уничтожишь, потому что идеология всегда растет из общественно-экономического базиса. И если вы его не уничтожите, она будет воспроизводиться. Так вот эти вот религиозные войны, они из феодального базиса росли, столкновение его с нарождающимся капиталистическим базисом, а идеология фашизма произрастает из капитализма. А вот в определенной его итерации, так сказать, и как мы прекрасно видим сейчас у нас, да, вот в нашем сегодняшнем мире, носители этой идеологии частично СССР уничтожил, вот, а к сожалению капитализм уничтожить не смог, поэтому мы сейчас с вами кушаем обратно все это дело ложками. Вот. Поэтому не только бессмысленно, но и преступно вести такую войну, как война за уничтожение гитлеризма, прикрываемая фальшивым флагом борьбы за демократию. В самом деле никак нельзя назвать борьбой за демократию такие действия, как закрытие коммунистической партии во Франции, аресты коммунистических депутатов французского парламента или урезывание политических свобод в Англии, не освобивающий национальный гнет в Индии и так далее и тому подобное. Значит, что касается французской компартии, она выступила с одобрением пакта Молотова-Риббентропа, соответственно, да, вот, и, грубо говоря, озвучила вот эти вот самые тезисы Молотова, что, ребят, давайте завершайте воевать, да, вот, потому что после того, как Польша развалилась, то есть инициаторы войны вы, ее тут же разогнали, демократической Франции тут же разогнали, вот, ну, демократия, это же мы знаем, да, это когда управляют демократы, а те, кто с демократами по каким-то вопросам не согласен, их надо или разогнать, или в тюрьму посадить, ну, там, или расстрелять, там, в концлагерь, там, ну, или куда-нибудь еще, вот, опять же, вспомним, как замечательно наводили демократию в 20-х, например, годах в Соединенных Штатах, вот, под предводительством Эдгара Гувера, да, когда всех недемократов сажали в тюрьмы, под предлогом того, что они немецкие шпионы, вот, поэтому, соответственно, Молотов вот говорит именно об этом, ребят, вы тут говорите, что вы демократы и боретесь с каким-то гитлеризмом, а чем вы от него отличаетесь, по большому счету, да, то есть он сажает в концлагеря социалистов свою оппозицию, там, и коммунистов, да, так вы тоже этим занимаетесь, вы вот разгоняете коммунистическую партию, арестовываете депутатов, замечательная Польша, за восстановление которой вы якобы воюете, да, она же тоже занималась именно этим, опять же, режим санации, разгон оппозиции, борьба с коммунизмом и так далее и тому подобное, чем вы отличаетесь от Гитлера принципиально, и тут интересно упоминание о неосвобивающем национальном гнете в Индии, дело в том, что когда у нас говорят про Индию, да, у нас обычно вспоминают только какие-то вспышки, голода, да, которые приводили, там, к одномоментной гибели нескольких миллионов человек, и отсюда мы получаем организованный господином Черчиллем голод в Бенгалии, там, когда 2,5 миллиона, там, умерло, да, по самым маленьким оценкам, то есть цифры ездят, опять же, с 2,5 до 10 миллионов человек, вот так вот уморено голодом совершенно специально, когда такой пухленький Черчилль с сигаркой в зубах и с бутылкой коньячка в глотке, да, сидел и что-то там говорил, потому что, ну, это индусы, это же скоты, быдло, им умирать не так страшно, как белым людям, они от этого умирать привыкли, ну, от голода имеется в виду, и вывозил, вывозил, вывозил из Индии продовольствие, вот, но это вспышки, а в то же самое время здесь, в Индии, всю дорогу шел голод, да, то есть в 1933 году директор медицинской службы Индии генерал-майор Джон Мигглл сквозь зубы признал, по крайней мере, 80 миллионов человек в Индии постоянно голодают, да, вот, вот тут, соответственно, опять же, цифры 3,5, 5 миллионов человек, ну, я говорю, они очень сильно плавают, да, вот, 1934 год, английский генерал-губернатор мог с чувством выполненного долга докладывать в Лондон, равнины Индии белеют костями ткачей, ну, это о подавлениях всяких бастаний и так далее, и тому подобное, и вот, понимаете, здесь, опять же, возникает такой интересный момент, вот это все проводится под английским флагом, то есть за это все отвечают граждане Чимберлен, вот, до 40-го года, а потом Черчилль, ну, вот, и почему-то вот Гитлер, да, у нас считается упырем и тварью, да, таким монстром, и это правильно, а вот, а вот господин Черчилль, у нас почему-то считается великим политиком, хотя, говорю, от 2,5 до 10 миллионов человек, это только один случай голода, вот, а так, на протяжении всего британского контроля над Индией, там устанавливалась система, которая подразумевала этот голод, провоцировала его, и при которой этот голод, при котором, я не знаю, как это посчитать, сколько десятков миллионов человек там умерло за это время, за время британского господства над Индией, может быть, сотен миллионов, а вот, и вот эти все люди, они считаются великими политиками, а Гитлер считается тварью, ну, давайте какой-нибудь один стандарт ведем, да, всех их назовем тварями тогда, давайте так, а вот, ну, и, соответственно, Молотов именно это и делает, да, то есть, говорит, что, ребята, вы на себя посмотрите, вы тут с гитлеризмом собрались бороться, а кто вы такие сами-то, чем вы лучше, ну, и, я уж не говорю о том, что там французы в Африке творили, там, вот, и так далее, собственно, опять же, рекомендую канал Чумного доктора, у него там есть несколько стримов, которые называются там «Краткая история Африки», «Краткая история Южной Америки», да, то есть, о чем молчит тропика, и «Тысяча лет кали-юге», это стрим, по-моему, на 11 часов, вот, про историю Индии, вот он там это все раскладывает, вот эти вот все вещи, просто на пальцах, вот, и, вот, по сравнению с тем, что там творилось в этих колониях, ну, Гитлер, да, это плохо, Гитлер зверь, вот, упырь, вот, убийца и так далее и тому подобное, а эти ребята, они чем лучше? Может быть, ничем, вот об этом и говорит Молотов, собственно, не ясно ли, что цель теперешней войны в Европе не в том, о чем говорят в официальных выступлениях для широкого круга слушателей во Франции и Англии, то есть, не в борьбе за демократию, а в чем-то другом, о чем не говорят эти господа открыто, ну, Молотов имеет в виду, что, ребята, войны ведутся не за идеологию, войны ведутся за бабло. Действительно, причина англо-французской войны против Германии не в том, что Англия и Франция поклялись будто бы восстановить прежнюю Польшу, и, конечно же, не в том, что они решили будто бы взять на себя задачу борьбы за демократию. Кстати, по поводу демократии, можно вспомнить, что, например, в Америке в этот момент существуют режимы расовой сегрегации, вот, там негры не совсем люди, а вот, но Америка при этом считается одной из демократических стран мира. А вот у правящих кругов Англии и Франции есть, разумеется, другие, более действительные мотивы для войны против Германии. Эти мотивы относятся не к области какой-либо идеологии, а к сфере их сугубо материальных интересов, как могущественных колониальных держав. Британская империя, население которой достигает 47 миллионов, владеет колониями с населением 480 миллионов человек. Колониальная империя Франции, население которой не превышает 42 миллионов, охватывает 70 миллионов жителей во французских колониях. Но это не только Африка, там это, я не помню, в Америке еще были колонии, но в первую очередь надо Китая, конечно. А вот, владение этими колониями, дающие возможность эксплуатировать сотни миллионов людей, является основой мирового господства Англии и Франции. Страх перед германскими притязаниями на эти колониальные владения. Вот в чем подоплекать теперешние войны Англии и Франции против Германии, которая серьезно усилилась за последнее время в результате развала Версальского договора. Опасения за потерю мирового господства диктуют правящим кругам Англии и Франции политику разжигания войны против Германии. Таким образом, империалистический характер этой войны очевиден для каждого, кто хочет видеть действительное положение дел, кто не закрывает глаз на факты. Из всего этого видно, кому нужна эта война, ведущаяся из-за мирового господства. Конечно же, не рабочему классу. Такая война не сулит рабочему классу ничего, кроме кровавых жертв и бедствий. После этого судите сами, изменилось или не изменилось за последний период содержание таких понятий, как агрессия и агрессор. Нетрудно видеть, что употребление этих слов в старом смысле, то есть как это было до последнего решительного поворота в политических отношениях между Советским Союзом и Германией, и до начала большой империалистической войны в Европе, может порождать только путаницу в головах и неизбежно будет толкать к ошибочным выводам. Чтобы этого не случилось, мы не должны допускать некритического отношения к тем старым понятиям, которые неприменимы в новой международной обстановке. Ну, это вот такая вот называется марксистская замечательная гибкость. Ну, то есть Молотов считает и Францию, и Англию, и Германию империалистическими государствами, да? Вот там пять месяцев назад агрессором была Германия, потому что она проводила агрессивную политику и нападала на своих соседей. Теперь Германия выступает за мир и не нападает на своих соседей, но на Германию нападают Англия и Франция. То есть, соответственно, Германия у нас на этот момент перестала быть агрессором, а Англия и Франция стали агрессорами. Логика, по-моему, абсолютно железная. Другое дело, что она меня... ну, как бы логика не меняется, но вот эти вот понятия, они не приклеиваются к кому-то раз и навсегда, да? То есть, как у нас очень любят делать, да? То есть, вот один раз кого-то агрессором заклеймили, и все, вот он агрессор навсегда теперь, да? Вот. Так обычно это делается, когда вы хотите кого-то удавить. Вот это нам сейчас хорошо видно на нашем собственном примере, потому что господин Путина, вот, заклеймили, как на Западе агрессором после Мюнхенской речи, да? То есть, упырем, который ест детей, да? Так и называют, то есть, все по-другому, уже Путин никак не позиционируется. То есть, Россия агрессор, Россия сбила самолет, Россия то, Россия сё, Россия там, я не знаю, еще что-то, вот. Мы это видим, да? То есть, независимо от какой-то реальной обстановки, да, от того, как там Путин, может быть, там с Трампом сидит договариваться, договаривается. Там какие-то договоры заключили, тут какие-то расторгли, да? Россия все равно агрессор, то есть, вот так вот. А у Молотова это по-другому. А вот. Так сложилась международная обстановка в последний период. Перейдем к изменениям, произошедшим во внешнем положении самого Советского Союза. Изменения здесь произошли немаленькие. Но если говорить о главном, то нельзя не признать следующего. Благодаря последовательному проведению своей мирной внешней политики, нам удалось значительно усиливать свои позиции и международный вес Советского Союза. Это, кстати, правда, потому что после Пакта Молотова и Риббентропа роли все настолько поменялись в Европе, что позиция Советского Союза стала ключевой. Стало понятно, что Франция, Англия столкнулись таки с Германией, несмотря на то, что хотели всячески этого избежать. А Советский Союз остался в стороне. Вот. И теперь было всем очень интересно, и за кого же пойдет Советский Союз. За Германию или за Францию и Англию. Вот. То есть, поэтому мы стали таким, как это называется, дикой картой, да? Наши отношения с Германией, как я уже сказал, улучшились коренным образом. Здесь дело развивалось по укреплению дружественных отношений, развитию политического сотрудничества и политической поддержки Германии в ее стремлениях к миру. Заключенный между Советским Союзом и Германией договор о ненападении обязывал нас к нейтралитету в случае участия Германии в войне. Мы последовательно проводили эту линию, чему отнюдь не противоречит вступление наших войск на территорию бывшей Польши, начавшейся 17 сентября. Достаточно напомнить, что тогда же 17 сентября советское правительство разослало всем государством, с которым оно имеет дипломатические отношения, специальную ноту с заявлением о том, что СССР и впредь будет проводить политику нейтралитета в отношениях с ними. То есть то, что мы вошли в Польшу, не значит, что мы будем себя вести агрессивно по отношению ко всем остальным. Как известно, наши войска вступили на территорию Польши только после того, как польское государство распалось и фактически перестало существовать. Остаться нейтральными к таким фактам мы, разумеется, не могли, так как в результате этих событий перед нами встали острые вопросы безопасности нашего государства. Это вот к слову о том, говорят, а вот не надо было входить в Польшу, да, то есть, ну и что бы было? Гитлер бы занял бы и западную Украину, западную Белоруссию. Учитывая, как бы, идеологию, соответственно, фашистского государства, все эти украинцы и белорусы, они бы тут же стали бы там унтерменшами, да, то есть им бы стал бы еще хуже, чем в Польше. Я уж не знаю по поводу того, сколько из них бы попали в концлагеря, вот, потом уже, да, когда начались всякие окончательные решения, всяких вопросов, да. Ну, я уж не говорю о евреях, которые оказались на территории вот этой вот занятой советскими войсками. Ну, и плюс граница бы была советско-германская чуть-чуть ближе к нам, вот, и было бы удобнее на нас нападать. Вот, ну, просто вот те, кто говорят, что надо было оставить эти области Гитлеру, да, то есть, ну, это какие-то люди больные на голову. А вот... К тому же советское правительство не могло не считаться с исключительным положением, создавшимся для братского населения Западной Украины и Западной Белоруссии, которая в разваливавшейся Польше оказалась брошенным на произвол судьбы. Последующие события полностью подтвердили, что новые советско-германские отношения построены на прочной базе взаимных интересов. После вступления частей Красной Армии на территорию бывшего польского государства возникли серьезные вопросы о разграничении государственных интересов СССР и Германии. Эти вопросы были быстро урегулированы по взаимному согласию. А вот... Германо-советский договор о дружбе и границе между СССР и Германией, заключенный в конце сентября, закрепил наши отношения с германским государством. Ну, понятно, Молотов описывает ситуацию так, как она выглядела именно на октябрь 1939 года. Вот, потом начались интересные вещи, да, то есть, и, соответственно, я не думаю, что кто-то сильно верил в действенность этих договоров, вот. Но на тот момент, да, они работали. Отношения Германии с другими западноевропейскими буржуазными государствами за последние два десятилетия определялись прежде всего стремлением Германии разбить путы Версальского договора, творцами которого были Англия и Франция при активном участии Соединенных Штатов Америки. Это в конечном счете и привело к теперешней войне в Европе. Ну, я напомню, что Версальский договор, это не только запрещение Германии иметь какие-то там войска, там и так далее, это еще и постоянное выкачивание из Германии бабла в чудовищных количествах в виде репараций. А вот. Отношения Советского Союза с Германией строились на другой основе, не имеющей ничего общего с интересами увековечения послевоенной Версальской системы. Мы всегда были того мнения, что сильная Германия является необходимым условием прочного мира в Европе. Кстати, после Второй мировой войны, ведь Сталин тоже хотел единую Германию, да, то есть как такую единую нейтральную страну, как такой инструмент равновесия в Европе, да. Вот. Было бы смешно думать, что Германию можно просто вывести из строя и скинуть со счетов. Державы, лелеющие эту глупую и опасную мечту, не учитывают печального опыта. Версали не отдают себе отчета возросшей мощи Германии и не понимают того, что попытка повторить Версаль при нынешней международной обстановке, в корне отличающейся от обстановки 2014 года, может кончиться для них крахом. Ну, собственно, для Франции это так и кончилось. Мы неуклонно стремились к улучшению отношений с Германией и всемирно приветствовали такого рода стремления в самой Германии. Теперь наши отношения с германским государством построены на базе дружественных отношений, на готовности поддерживать стремление Германии к миру, и вместе с тем на желании всемирно содействовать развитию советско-германских хозяйственных отношений к взаимной выгоде обоих государств. Ну, тут я вам рекомендую или почитать книжку Игоря Пыхалова «Великая обоганная война», или посмотреть его ролик на тупичке Гоблина, соответственно, про советско-германскую торговлю в предвоенный период. Он там раскладывает, кто кому что продавал, кому от этого была какая выгода и так далее и тому подобное. Вот, ну, так вкратце скажу, что торговля была взаимовыгодной в данном случае. Надо специально отметить, что происшедшие в советско-германских отношениях изменения в политической области создали благоприятные предпосылки для развития советско-германских хозяйственных отношений. Последние хозяйственные переговоры германской делегации в Москве, происходящие в данный момент переговоры советской хозяйственной делегации в Германии, подготавляют широкую базу для развития товарооборота между Советским Союзом и Германией. Я вот не помню, это, часом, не те переговоры, когда там наши конструкторы всякие военные шарахались по их военным заводам и говорили, ну-ка, ну-ка, покажите нам самую новейшую вашу технику. Вот мы берем вот это, это, вот этот истребитель, этот танк и вот это вот еще, да, вот заверните нам, пожалуйста, да, вот как-то так это все выглядело. Вот, теперь разрешите остановиться на событиях, непосредственно связанных с вступлением наших войск на территорию бывшего польского государства. Мне нет необходимости описывать ход этих событий, обо всем этом подробно говорилось в нашей печати, и вы, товарищи депутаты, хорошо знакомы с фактической стороной. Скажу лишь о самом существенном, нечего доказывать, что в момент полного распада польского государства наше правительство обязано было протянуть руку помощи проживающим на территории Западной Украины и Западной Белоруссии братьям-украинцам и братьям-белорусам. Оно так и поступило, бурные продолжительные аплодисменты, депутаты встают и устраивают овацию. Красная Армия вступила в эти районы при всеобщем сочувствии украинского и белорусского населения, встречавшего наши войска как своих освободителей от панского гнета, от гнета польских помещиков и капиталистов. При боевом продвижении Красной Армии по этим районам наших частей были местами серьезные стычки с польскими частями, а стало быть были и жертвы. Каковы были эти жертвы, видно из следующего. На Белорусском фронте в частях Красной Армии, считая начальствующий и рядовой состав, мы имели убитых 246, раненых 503, всего 749. На Украинском фронте мы имели убитых из начальствующего и рядового состава 491 и раненых 1359, всего 1850. Следовательно, общее количество жертв, понесенных Красной Армией на территории Западной Украины и Западной Белоруссии, убитых 737, раненых 1862, то есть в целом 2599 человек. Это называется «Учитесь проводить СВО». Что касается наших боевых трофеев в Польше, то они составляют 900 с лишним орудий, свыше 10 тысяч пулеметов, свыше 300 тысяч винтовок, более 150 миллионов винтовочных патронов, около миллиона артиллерийских снарядов, до 300 самолетов и, насколько я понимаю, еще около 500 тысяч пленных. Перешедшая к СССР территория по своим размерам равна территории Большого Европейского государства. Так, территория Западной Белоруссии достигает 108 тысяч квадратных километров с населением 4 миллиона 800 тысяч человек. Территория Западной Украины составляет 88 тысяч квадратных километров с населением 8 миллионов человек. Таким образом, перешедшая к нам территория Западной Украины вместе с территорией Западной Белоруссии составляет 196 тысяч квадратных километров, а ее население около 13 миллионов человек, из которых у украинцев больше 7 миллионов, белорусов более 3 миллионов, поляков свыше 1 миллиона, евреев свыше 1 миллиона. Вот тут хотелось бы отметить количество поляков. То есть, эти территории, которые принадлежали Польше на протяжении почти 20 лет, да? То есть, на них поляков подавляющее меньшинство, да? Вот. Ну, это так, к слову. Политическое значение этих событий трудно переоценить. Все сообщения Западной Украины и Западной Белоруссии свидетельствуют о том, что население с неописуемым восторгом встретило свое освобождение от панского гнета и горячо приветствовало новую великую победу советской власти. Взрыв долгих аплодисментов. Ну, это, понятно, такая ура-риторика, да? Но, с другой стороны, как бы, население Западной Украины и Западной Белоруссии можно понять. Там очень нехорошо с ними обращались все эти осадники и прочие вот эти вот польские элитарии, вот, которые туда пришли в 2020 году. А вот, прошедшие в последние дни выборы в народные собрания Западной Украины и Западной Белоруссии, которые здесь были впервые организованы на основе всеобщего прямого и равного избирательного права, с тайной подачей голосов, ну, при Пилсудском, понятно же, это быдло, кому-то его спрашивал, показали, по крайней мере, 9 десяток населения этих областей были уже давно подготовлены для воссоединения с Советским Союзом. Там, по-моему, какие-то проценты были там под 95-96, ну, мы же понимаем, это все под дулами автоматов и танков, НКВД, вот, это все не считается. Известные уже теперь всем нам решения народных собраний во Львове и Белостоке свидетельствуются о полном единодушии народных избранников во всех политических вопросах. Перейдем к нашим отношениям с прибалтийскими странами. Как известно, и здесь произошли существенные изменения. Вспоминаем предыдущий доклад сразу, да, как-то Молотов говорил как раз про прибалтийские страны, что мы добивались у наших западных союзников, чтобы они нам гарантировали, да, вот, безопасность этих стран, но гарантии мы не получили. В основе отношений Советского Союза с Эстонией, Латвией и Литвой лежат соответствующие мирные договора, заключенные в 2020 году. По этим договорам Эстония, Латвия и Литва получили самостоятельное государственное существование, причем за весь истекший период Советский Союз неизменно проводил дружественную политику в отношении этих вновь созданных малых государств. Ну, чего не скажешь, естественно, об этих вновь созданных малых государствах, где коммунисты жестоко подавлялись всю дорогу, да, вот. В этом нашло свое выражение коренной отличия политики советской власти от политики царской России, зверски угнетавшей малые народы, не дававшей им какой-либо возможности самостоятельного национально-государственного развития и оставившей у них немало тягостных воспоминаний. Следует признать, что опыт истекших двух десятилетий развития дружественных советско-эстонских, советско-латвийских и советско-литовских отношений создал благоприятные предпосылки для дальнейшего укрепления политических и всяких других отношений СССР с прибалтийскими странами. Это показали и последние дипломатические переговоры с представителями Эстонии, Латвии и Литвы, и те договора, которые были подписаны в Москве в результате этих переговоров. Ну, это военные наши базы там, да, у них. Ну, потому что, если нам, извините меня, западные партнеры не гарантируют безопасность этих стран, да, что если тогда Гитлер вторгнется, а вот, то, соответственно, ему никто войну не объявит, да, даже как с Польшей не будет, вот этой показухи. А вот, а что нам остается делать? Мы договариваемся с Гитлером, прописываем, что это сфера наших интересов, да, и располагаем там наши военные базы. Вот, но, кстати, можно же вспомнить, вот тут вот у Александра Дюлкова есть замечательная книжечка про докторат Литва, про то, как правительство Литвы в 1939-1940 годах вело переговоры с нацистской Германией, вот, о том, чтобы присоединиться, к ней, ну, примерно то же самое, я подозреваю, происходило и в Эстонии, и в Латвии, вот, и, соответственно, тут, ну, известный тезис, да, что в такой ситуации, вот, мнение вот этих вот лимитрофов, да, вот этих вот маленьких стран, их вообще никто не спрашивает, да, то есть, слово нейтралитет здесь является фикцией, потому что ваш нейтралитет это до того момента, как к вам кто-нибудь введет войска, вот, или это сделает Гитлер, или это сделаем мы, вот, лучше, если это сделаем мы, для нас лучше, конечно же. Вот, вы знаете, что Советский Союз заключил такие пакты взаимопомощи с Эстонией, Латвией, Литвой, которые имеют крупнейшее политическое значение, принципиальная основа этих пактов одинаковая, они основаны на взаимопомощи между Советским Союзом с одной стороны, Эстонией, Латвией, Литвой, с другой стороны, включая и военную помощь друг к другу в случае нападения на кого-либо из них. Ввиду особого географического положения этих стран, вот, являющихся своего рода подступами к СССР, особенно со стороны Балтийского моря, эти пакты предоставляют Советскому Союзу возможность иметь военно-морские базы и аэродромы в определенных пунктах Эстонии, Латвии, а в отношении Литвы устанавливают совместную с Советским Союзом защиту литовской границы. Создание этих советских военно-морских баз и аэродромов на территории Эстонии, Латвии, Литвы и вот некоторого количества красноармейских частей для охраны этих баз и аэродромов обеспечивают надежную опору обороны не только для Советского Союза, но и для самих прибалтийских государств и тем самым служит делу сохранения мира, в котором заинтересованы наши народы. Вот тут, я думаю, надо, знаете что, надо открыть карту Балтики, чтобы было понятно, да, вот, ну чтобы это просто было более наглядно, да, вот, потому что вот у нас Рига, Таллинн, Клайпеда и так далее и тому подобное, ну просто сейчас же у нас пойдет речь еще и о Финляндии, вот, соответственно, и финские интересы нас будут интересовать, потому что вот у нас тут Швеция, вот у нас Хельсинки, да, Аланские острова, там Готланд, Сарема и так далее и тому подобное, да, ну то есть, чтобы было наглядно видно, о чем идет речь, вот он город Санкт-Петербург, а вот он Таллинн и так далее и тому подобное, продолжим читать. Так, ну кстати, по поводу безопасности и обороны самих прибалтийских государств, да, мы только что видели, соответственно, менее, ну за месяц буквально до этого доклада, как Советский Союз обеспечивает, ну даже за два месяца, как Советский Союз обеспечивает безопасность своих союзников, мы это видели на Холкинголе, хорошо обеспечивает, поэтому если бы прибалты не стали выпендриваться, да, то вполне могло это все происходить в таком же формате, как и с монголами, например, да, то есть вы сохраняете полностью, как бы, свой суверенитет и так далее и тому подобное, единственное, что да, вот мы вас защищаем, вот, защищаем вашу территорию как свою собственную, потому что это в наших интересах. Имевшие место в последнее время дипломатические переговоры с Эстонией, Латвией и Литвой показали, что между нами существует достаточное доверие и нужное понимание необходимости осуществления этих военно-оборонительных мер в интересах как Советского Союза, так и самих этих государств. В переговорах полностью выявилось стремление их участников к сохранению мира и к обеспечению безопасности для наших народов, занятых мирным трудом, траля-ля, все дела, все это и обеспечило успешное окончание переговоров и заключение пактов о взаимопомощи, имеющих важное историческое значение. Вот, ну, тут понятно, тут опять идет ура-риторика, да, ну, потому что пока все нормально, да, то есть пока удалось эти договоры заключить и так далее и тому подобное, и в открытом медийном пространстве, так сказать, нет смысла никого ругаться, да, там с Эстонией и Латвией, пытаться на них как-то еще давить. Пока все хорошо. Вот. Особый характер указанных пактов взаимопомощи отнюдь не означает какого-либо вмешательства Советского Союза в дела Эстонии, Латвии и Литвы, как это пытаются изобразить некоторые органы заграничной печати. Напротив, все эти пакты взаимопомощи твердо оговаривают неприкосновенность суверенитета подписавших их государств и принцип невмешательства в дела другого государства. Эти пакты исходят из взаимного уважения государственной, социальной и экономической структуры с другой стороны и должны укрепить основу мирного добрососедского сотрудничества между нашими народами. Мы стоим за честное и пунктуальное приведение в жизнь заключенных пактов на условиях полной взаимности и заявляем, что болтовня о советизации прибалтийских стран выгодна только нашим общим врагам и всяким антисоветским провокаторам. Ну, на самом деле, ведь тут же действительно, понимаете, если бы Эстония, Латвия и Литва соблюдали бы вот условия этих пактов и не ездили в Берлин договариваться там с Гитлером о чем-то, да, вот их министры внутренних дел, там еще кто-нибудь, да, вот всякие повелайтисы, то вот эта вот ситуация Советский Союз вполне устраивала, когда мы защищаем их территорию как свою собственную, естественно, они образуют у нас перед Питером такое предполье, вот, которое любому агрессору надо будет сначала пройти, да, и на котором он будет сражаться уже с нашими войсками. Мы также защищаем их, да, и если они себя ведут хорошо, то никакой советизации там по большому счету проводить не нужно, вот, но другое дело, что они велись себя нехорошо, а что касается советизации, то по мере, скажем так, развития контактов взаимных, да, когда какие-нибудь рабочие Эстонии, Латвии, Литвы и крестьяне, которые одни из самых нищих в тот момент в Европе, вот, и шишки в лесу собирают, да, чтобы топить им печки, ими печки, да, посмотрят на то, как живут рабочие в Советском Союзе и крестьяне. Они, конечно, живут тоже, ну, не в сахарных дворцах, скажем так, да, то есть и не на золоте кушают, но они живут сильно получше, чем рабочий класс Эстонии, Латвии и Литвы, а вот, и, соответственно, когда они на это посмотрят, они сами постепенно, вот, захотят скинуть вот этих своих упырей, которые там сидят, да, всяких сметон и так далее, а вот, а военные базы Советского Союза проследят за тем, чтобы движение рабочего класса не подавлялось военной силой, вот, ну, потому что это же демократия, да, она же так работает, вот, у нас массы людей хотят чего-то, да, вы что их разгоняете, их вот абсолютное большинство. Сколько я помню, после присоединения, значит, Эстонии, Латвии, Литвы, КССР, там тоже были голосования, там тоже 90, там, с чем-то процентов. Конечно, тоже все под дулами танков МКВД, но, понимаете, для обычных людей, не для элиты, там, не для попов интеллигенции и капиталистов, а вот для рабочих и крестьян, которые составляют всегда подавляющее большинство населения. Для них-то присоединение Эстонии, Латвии, Литвы, к Советскому Союзу, это плюс в материальном плане, в первую очередь, и во втором, во вторую очередь, в плане их гражданских прав, например. Вот, поэтому Молотов здесь, я думаю, говорит вполне искренне, не нужна насильственная советизация, она сама случится. А вот, дайте срок, как говорится. Так, маленькая пауза, час, надо попить чайку. Продолжим. Вы извините, надо было смочить горло, там, я не знаю, сделать три затяжки, и так далее, и тому подобное, да? Так, таким образом, сближение, произошедшее между СССР, Эстонии, Латвии и Литвой, будет содействовать более быстрому подъему сельского хозяйства, ну, товарооборот тут увеличивается, и так далее, и тому подобное. Вот, и вообще, повышение народного благосостояния наших прибалтийских соседей. Принципы советской политики в отношении малых стран с особой силой продемонстрированы на примере договора о передаче Литовской республике города Вильна и Виленской области. Вот, но это известная история, как СССР четыре раза передавал Литве Вильнюс, который у него постоянно захватывали поляки, ну, или немцы, да, вот. Так, при этом литовское государство с его населением в 20,5 миллиона человек значительно расширяет свою территорию, увеличивает на 550 тысяч человек свое население, и получает город Вильна, число жителей которого почти в два раза превышает население теперешней литовской столицы. Советский Союз пошел на передачу города Вильна, Литовской республики, не потому, что в нем преобладает литовское население, нет. Вильна большинство составляет не литовское население, но советское правительство считалось тем, что город Вильна, который Польшей, был насильственно отторгнут от Литвы. Там была замечательная история с генералом Желеговским, который, типа, восстал против своего правительства, вот, взбунтовал дивизию, захватил город Вильна почему-то и объявил его независимым, а потом присоединился вместе с ним обратно в Польшу. А вот, советское правительство считалось тем, что город Вильна, который Польшей был насильственно отторгнут от Литвы, должен принадлежать Литве, как такой город, с которым связано с одной стороны историческое прошлое литовского государства, а с другой национальные чания литовского народа. В заграничной печати указывалось, что в мирной истории не было еще такого случая, чтобы большое государство по собственной воле отдавало малому государству такой большой город. Тем ярче это такт советского государства демонстрирует его добрую волю. Ну, это, как мы знаем, сейчас называется аннексия. Вот, когда мы забираем у Польши город и отдаем его просто так Литве, это называется аннексия. Вот. Ну, по крайней мере, сейчас об этом так пишут. В особом положении находятся наши отношения с Финляндией. Да, действительно, в очень особом. Это объясняется главным образом тем, что в Финляндии больше сказываются разного рода внешние влияния со стороны третьих держав. Третьих держав, в данном случае, я думаю, в основном имеется в виду Германия, потому что весь финский генералитет, там он лежит под Германией, там он служил в Германии, и так далее, и тому подобное. В общем, там очень сильные связи, действительно. Беспристрастные люди должны, однако, признать, что те же вопросы обеспечения Советского Союза и особенно Ленинграда, которые стояли в переговорах с Эстонией, стоят и в переговорах с Финляндией. Можно сказать, что в некотором отношении вопросы безопасности для Советского Союза здесь стоят даже острее, поскольку главный после Москвы город советского государства, Ленинград, находится всего в 32 километрах от границы Финляндии. Это значит, что Ленинград находится от границы другого государства на расстоянии меньшем, чем это нужно для артиллерийского обстрела из современных дальнобойных орудий. Ну, как сказал Сталин по этому поводу, мы с географией ничего поделать не можем, мы не можем отодвинуть Ленинград от Финляндии, значит, надо отодвинуть границу от Ленинграда. С другой стороны, морские подступы к Ленинграду также в значительной мере зависят от того, враждебную или дружескую позицию в отношении Советского Союза занимает Финляндия, которой принадлежит вся северная часть побережья Финского залива и все острова вдоль центральной части Финского залива. Да, давайте для наглядности посмотрим. Вот Финский залив, да, вот Хельсинки, ну и сами понимаете, если Финляндия уходит под какого-нибудь нашего врага, ну, в первую очередь, конечно, имеется в виду Германия, вот, то Санкт-Петербург просто подвисает так, что, а вот город Выборг, Випури, да, финский. Так, продолжаем. Считаясь таким положением, а также создавшейся в Европе обстановкой, можно рассчитывать, что со стороны Финляндии будет проявлено должное понимание, ну, имеется в виду Пакт Молдова-Рементропа, да, то, что вроде как СССР и Германия сейчас в нормальных отношениях, да, а вот Финляндия может пойти на уступки в этом смысле. На чем основывались отношения Советского Союза с Финляндией за все эти годы? Известно, что основой этих отношений является мирный договор 20-го года по типу наших договоров с другими нашими балтийскими соседями. Советский Союз своим свободным волеизъявлением обеспечил самостоятельное и независимое существование в Финляндии. Ну, то есть мы вам дали независимость, зараза, пойдите нам навстречу. Ну, кстати, Молотов здесь не упоминает о финской агрессии начала 20-х годов, когда они у нас тут пытались в Карелию залезать вооруженными силами. Ну, это было бы неуместно вот в данный момент. Не может быть сомнения, что только советское правительство, признающее принцип свободного развития национальности, могло пойти на этот шаг. Нужно сказать, что никакое правительство в России, кроме советского, не может допустить существование независимой Финляндии у самых ворот Ленинграда. Об этом красноречиво говорит опыт с демократическим правительством Керенского, Церетели, не говоря уж о правительстве князя Львова-Милюкова и тем более о царском правительстве. Ну, при них не было независимой Финляндии. Нет сомнения, что это важное обстоятельство могло бы служить хорошей предпосылкой для улучшения советско-финских отношений, в которых, как видно, Финляндия не меньше заинтересована, чем Советский Союз. Советско-финские переговоры начались недавно по нашей инициативе. Я замечу, они идут вот прямо в этот момент, да, то есть когда он это все говорит. Что является предметом этих переговоров? Нетрудно понять, что в современной международной обстановке, когда в центре Европы развертывается война между крупнейшими государствами, Чреватая большими неожиданностями и опасностями для всех европейских государств, Советский Союз не только имеет право, но и обязан принимать серьезные меры для укрепления своей безопасности. При этом, естественно, что советское правительство проявляет особую заботу относительно Финского залива, являющегося морским подступом к Ленинграду, а также относительно той сухопутной границы, которая в каких-нибудь 30 километрах нависла над Ленинградом. Я напомню, что население Ленинграда достигло 3,5 миллионов жителей, что практически равно населению всей Финляндии, насчитывающей 3 миллиона 650 тысяч жителей. Веселое оживление в зале. Такой великодержавный шовинизм небольшой, что типа у нас в одном городе столько же, сколько у вас во всей стране, ребят. Есть ли основания останавливаться на тех небылицах, которые распространяются заграничной прессой о предложениях Советского Союза в переговорах с Финляндией? Одни утверждают, что СССР требует себе город Випури, Выборг и северную часть Ладожского озера. Скажем от себя, что это чистый вымысел и ложь. Другие утверждают, что СССР требует передачи ему Аланских островов. Это такой же вымысел и ложь. Болтают еще о каких-то претензиях, якобы существующих у Советского Союза в отношении Швеции и Норвегии. Но это беспардонное бронье просто не заслуживает опровержения. Ну действительно, общий смех. На самом деле наши предложения в переговорах с Финляндией являются максимально скромными и ограничиваются тем минимумом, без которого невозможно обеспечить безопасность СССР и наладить дружеские отношения с Финляндией. Мы начали переговоры с представителями Финляндии, для чего финляндское правительство командировало в Москву, господ Пааси, Киви и Таннера с предложением заключить Советско-финский пакт о взаимопомощи, примерно по типу наших пактов о взаимопомощи с другими прибалтийскими государствами. Ну то есть мы ставим у вас свои базы и защищаем вас как себя. Поскольку, однако, финляндское правительство заявило нам, что заключение такого пакта противоречило бы занятой им позиции абсолютного нейтралитета, мы не стали настаивать на нашем предложении. Мы предложили тогда перейти к конкретным вопросам, в которых мы заинтересованы с точки зрения обеспечения безопасности СССР и в особенности безопасности Ленинграда, как со стороны моря в Финском заливе, так и со стороны суши, ввиду чрезмерной близости пограничной линии к Ленинграду. Мы предложили договориться о том, чтобы отодвинуть на север от Ленинграда на несколько десятков километров советско-финскую границу на Карельском перешейке. В замене этого мы предложили передать Финляндии часть территории Советской Карелии, превышающую в два раза территорию, передаваемую Финляндии Советскому Союзу. Мы предложили также договориться о том, чтобы Финляндия сдала нам в аренду на определенный срок небольшой участок своей территории в районе входа в Финский залив, дабы мы могли там организовать военно-морскую базу. При наличии Советской военно-морской базы у Южного входа в Финский залив, а именно в Балтийском порту, как это обусловлено Советско-Эстонским пактом взаимопомощи, создание военной морской базы у Северного флота в Финский залив могло бы полностью обеспечить безопасность Финского залива против враждебных покушений со стороны других государств. Вот, соответственно, понимаете, да? Вот Таллинн, вот здесь наша военно-морская база. А вот Ханко, полуостров, да? Вот здесь вот хотели поставить еще одну базу, да? И чтобы пац-пац-пац и хрен кто пройдет. Вот, кстати, парочку слов хотелось бы сказать по поводу нейтралитета Финляндии. Вот нейтралитет, вот этот вот мы нейтральный, мы ни во что не лезем, абсолютный нейтралитет, мы не заключаем никаких договоров, но вот вполне можно сравнить, ну, если бы он сохранился, вот с нейтралитетом, например, Швеции. Как выглядел в момент Второй мировой войны нейтралитет Швеции, да? Это называется нейтралитет. Ну, в Советско-финскую войну они там прислали добровольцев, ну, бог с ним, добровольцы, в Финляндии денежные кредиты, бог с ним. Во время нападения Германии на СССР Швеция позволила вермахту использовать шведские железные дороги для перевозки немецкой 163-й пехотной дивизии, да, из Норвегии в Финляндию. Немецким солдатам разрешали проезд через Швецию. Вот, фактически же под видом отпускников через Швецию шел постоянный транзит немецких войск и грузов. Всего в 1941-1944 годах было перевезено до 2 миллионов немецких солдат и около 100 тысяч вагонов военных грузов. Вот, ну, как вы понимаете, с 1944 года нейтралитет становится совсем нейтральным, потому что Швеция падает в объятие к союзникам, ну, потому что понятно, что Германии кранты. А вот, ну, там дальше добровольцы шведы, которые в ключи служили в вермахте, ну, это добровольцы, да. Вот, на шведском минном заграждении погибли 3 немецких минных заградителя, но, судя по всему, это просто была какая-то несогласованность. Железная руда продавалась Швеции в Германию на протяжении всей войны. Даже в 1944 году в Германию было поставлено 11 миллионов тонн шведской руды, 80% от всего ее экспорта. В прежние военные годы эти цифры были еще больше. Поскольку в шведской руде было в 2 раза больше железа, чем в руде, добытой в Германии, Чехословакии или Франции, ну, около 40% германского вооружения изготавливалось из шведского железа. То есть, то, что мололо наших с вами дедушек и бабушек на фронтах Великой Отечественной войны, было все из нейтральной шведской стали. Вот так вот выглядит нейтралитет. Понимаете? Вот. И, по-моему, нейтралитет это когда ты никому не помогаешь или помогаешь всем. Ну, Швеция вот нам, нам также она почему-то, соответственно, сталь не продавала Швеция только немцам, только фашистам. Вот. Это вот такой вот нейтралитет, да? Замечательный. Вот. Ну, и понятно, собственно, почему вот эти вот все слова о финском нейтралитете на товарища Молотова не производит никакого впечатлений. Он говорит о конкретных вопросах. Окей. Будьте нейтральными, ради бога. Только давайте вот мы наши базы поставим вот здесь вот, чтобы вы потом не могли у себя размещать немецкие войска, например, на территории. Но чем кончился финский нейтралитет, мы помним. Прекрасно, да? Они же после советской финской войны тоже были нейтральными, понимаете? Вот. Ну, это надолго не задержалось. А вот. И я уверен, что в случае, если бы мы не отодвинули бы границу от Ленинграда, да? Вот нейтралитет в Финляндии, он выглядел бы примерно так же. Вот как и нейтралитет в Швеции. То есть, немцы, заходите, делайте все, что хотите. Вот. Мы не сомневаемся, что создание такой базы соответствует интересам не только Советского Союза, но и безопасности самой Финляндии. Другие наши предложения, в частности, наше предложение об обмене территории некоторых островов в Финском заливе, а также части полуостровов рыбачьей средней на двойную по размерам территорию в Советской Карелии, по-видимому, не встречают возражений со стороны финского правительства. Разногласия в отношении некоторых наших предложений еще не преодолены, а сделанные в этом отношении Финляндии уступки, например, частичная уступка территории на Карельском перешейке, явно не достигают цели. Но, я повторюсь, переговоры идут. То есть, и поэтому он не акцентируется на разногласиях, все-таки еще надеется договориться. Мы сделали далее ряд новых шагов навстречу Финляндии. Мы сказали, что если будут приняты наши основные предложения, мы готовы снять наши возражения против вооружения Алландских островов. Смотри предыдущий доклад. На чем уже давно настаивает финляндское правительство. Мы оговорили только, что мы снимаем свои возражения против вооружения Алландских островов при условии, что указанные вооружения будут проводиться национальными силами самой Финляндии. И что в этих вооружениях третьи страны не будут принимать никакого участия. Но то, что вы туда не пустите на эти Алландские острова вооруженные каких-нибудь немецких или английских десантников. Поскольку и СССР не участвует в них. Мы предложили также Финляндии провести на всей советско-финской границе на Карельском перешейке разоружение укрепленных районов, что должно целиком соответствовать интересам Финляндии. Мы выразили далее желание усилить советско-финский пакт о ненападении дополнительными взаимными гарантиями. Наконец, упрочение политических советско-финских отношений несомненно явилось бы, политических видимо тут опечатка, явилось бы прекрасной базой и для быстрого подъема хозяйственных отношений между нашими странами. Ну то есть взаимная торговля, там вот это вот все дела. Таким образом мы готовы идти навстречу Финляндии в тех вопросах, в которых она особенно заинтересована. После этого мы не думаем, чтобы со стороны Финляндии стали искать повода к срыву предполагаемого соглашения. Это не соответствовало бы политике дружественных советско-финских отношений и, конечно, несло бы серьезный ущерб Финляндии. Ну то есть, такой небольшой кнут, да, что, ребят, вы лучше договаривайтесь, а то у вас тут серьезный ущерб намечается, да. А вот, ну, мы или дружим, или мы не дружим, да, если мы не дружим, то, ну, то, что было потом и помним. А вот, можно сколько угодно говорить, что мы там много народу потеряли, да, и так далее и тому подобное, но мы Советско-финскую войну выиграли, вот, добились всего, чего хотели и даже большего. Вот, мы уверены, что руководящими финскими кругами будет правильно понято значение укрепления советско-финских дружественных отношений. И финляндские деятели не поддадутся какому-либо антисоветскому давлению, подстрекательству со стороны кого бы то ни было. Я должен, однако, сообщить, что, вот это вот любопытно, что даже президент Соединенных Штатов Америки нашел уместно вмешаться в эти вопросы, что трудно согласовать с политикой американского нейтралитета. В своем послании 12 октября на имя товарища Калинина, председателя Президиума Верховного Совета, ну, то есть, главы государства, такого, де-юра, да, вот, господин Рузельт выразил надежду на сохранение и развитие дружелюбных и мирных отношений между СССР и Финляндией. Можно подумать, что у Соединенных Штатов лучше обстоят дела, скажем, с Филиппинами или с Кубой, которые давно требуют от США свободы и независимости и не могут получить, не могут их получить, чем у Советского Союза с Финляндией, которая давно уже получила от Советского Союза и свободу, и государственную независимость. Но это называется «Не лезьте в свое собачье дело». Вот, разбирайтесь со своими делами, у вас там доктрина Монроу, у вас там Южная Америка, там траля-ля, какая вам разница, что мы тут делаем на Балтике? Балтика – это сфера наших жизненных интересов, и ваше мнение, господин Рузвельт. Вот, соответственно, нас не волнует. На послание господина Рузвельта товарищ Калинин ответил следующим образом. Считаю, вот заметьте, да, Рузвельт переписывается именно с Калининым, а не со Сталиным, потому что де юре, адекватная Рузвельту фигура в Советском Союзе, это именно Калинин. Считаю уместным напомнить вам, господин президент, что государственная независимость Финляндской Республики была признана свободным волей заявлением Советского правительства 31 декабря 1917 года, и что суверенитет Финляндии обеспечен за нее мирным договором между РСФСР и Финляндии от 14 октября 1920 года. Указанными актами Советского правительства определены были основные принципы взаимоотношений между Советским Союзом и Финляндией. В соответствии с этими принципами ведутся и нынешние переговоры между Советским правительством и правительством Финляндии. Вопреки тенденциозным версиям, распространяемым кругами, очевидно, не заинтересованными в европейском мире, единственной целью указанных переговоров является упрочнение взаимоотношений между Советским Союзом и Финляндией и укрепление дружественного сотрудничества обеих стран в деле обеспечения безопасности Советского Союза и Финляндии. Вот, то есть, это наши дела. У нас свои договора, вы тут вообще при чем? После такого ясного ответа председателю президиума Верховного Совета СССР должно быть совершенно понятно, что при наличии доброй воли финляндское правительство пойдет навстречу нашим минимальным предложениям, которые не только не противоречат национальным и государственным интересам Финляндии, но укрепляют ее внешнюю безопасность и создают широкую базу для дальнейшего развития политических и хозяйственных отношений между нашими странами. Несколько слов о переговорах с Турцией. О существе этих переговоров пишут за границей всякую небылицу. Одни утверждают, что СССР будто бы требовал передачи районов Ордогана и Карса. Скажем от себя, это сплошной вымысел и ложь. Другие утверждают, что СССР требовал будто бы изменений международной конвенции, заключенной в Монтрео, но это насчет права прохода через проливы. И преимущественных прав для СССР в вопросе о проливах. Это тоже вымысел и ложь. На самом деле, речь шла о заключении двустороннего пакта взаимопомощи, ограниченного районами Черного моря и проливов. СССР считал, что заключение такого пакта не может побудить его к действиям, которые могли бы втянуть его в вооруженный конфликт с Германией. Это во-первых, и что СССР должен иметь гарантию, что ввиду угрозы войны Турция не пропустит военных кораблей не черноморских держав через Босфор и Черное море. Это во-вторых. Ну, с Турцией я уже говорил, да, то есть так получилось, что Турция в конце концов все-таки во Вторую мировую войну так по большому счету не влезла, да, вот. Ну а тут видно, что СССР хочет выпихнуть из Черного моря не черноморские державы, то есть всяких немцев, французов, англичан и прочих американцев. И итальянцев, конечно же. Чем там делать? Вот, ну Турция лавирует, потому что у нее там отношения с Англией и Францией там нормальные. Турция отклонила обе те оговорки СССР, тема сделала невозможным заключение пакта. Советско-турецкие переговоры не привели к заключению пакта, но они помогли выяснить или, по крайней мере, прощупать ряд интересующих нас политических вопросов. В современной международной обстановке особенно важно знать истинное лицо и политику государства, отношения с которыми имеют серьезное значение. В политике Турции нам стало многое теперь гораздо яснее, как в результате московских переговоров, так и в результате последних внешнеполитических актов турецкого правительства. Как известно, правительство Турции предпочло связать свою судьбу с определенной группировкой европейских держав, участвующих в войне. Там был подписан англо-турецко-французский договор. Оно заключило пакты взаимопомощи с Англией и Францией уже два месяца ведущими войну против Германии. Тем самым Турция окончательно отбросила осторожную политику нейтралитета и вступила в орбиту развертывающейся европейской войны. Этим весьма довольны как в Англии, так и во Франции, которые хотят побольше нейтральных стран вовлечь в свою сферу войны. Не пожалеет ли об этом Турция? Гадать не будем. Но Турция не пожалела, просто потому что так получилось, что действительно театр военных действий туда просто по большому счету не переместился именно к Турции. Нам приходится лишь отметить эти новые моменты во внешней политике нашего соседа и внимательно следить за развитием событий. Если Турция до известной степени теперь связала себе руки и склонилась к рисковной для нее поддержке одной из воюющих сторон, то очевидно турецкое правительство сознает ответственность, которую оно этим взяло на себя. Вот тоже так пальчиком немножко грозит. Но это не та внешняя политика, которой следует Советский Союз и благодаря которой Советский Союз уже обеспечивал немало внешнеполитических успехов. Советский Союз предпочитает и впредь оставить себе руки свободными, последовательно проводить свою политику нейтралитета и не только не содействовать разжиганию войны, а содействовать укреплению имеющихся стремлений к восстановлению мира. Мы уверены в том, что политика мира, которую неуклонно проводит СССР, имеет и в дальнейшем лучшие перспективы. Эту политику мы будем проводить и в районе Чёрного моря с уверенностью, что обеспечим должное ее проведение, как этого и требует интерес Советского Союза и дружественных ему государств. Аплодисменты. Фух, устал. Ну ничего, немножко осталось. Теперь об отношениях с Японией. Вот об отношениях с Японией хотелось бы сделать ремарочку, понимаете? Опять же, по поводу двойных стандартов, да, то есть это настолько привычная вещь в политике, да, и в дипломатии, что мы их не замечаем, не замечаем очень часто. Вот у нас есть Гитлер, да, который мразь, тварь, упырь и так далее и тому подобное. Вот фу-фу-фу, Гитлер плохой. А вот у нас есть император Хирохито, вот, да, который правил Японии до 89-го года, аж 1900. Вот. В 37-м году, насколько мы помним, произошла так называемая нанкинская резня, да? Где-то уничтожили какое-то чудовищное отношение, чудовищное количество китайцев, да? В общем, показательно, с публикациями в газетах и так далее и тому подобное. Ну, и вообще уже идет война Японии в Китае. Геноцид, все дела. Соответственно, и китайцы сейчас называют там цифру то ли 31, то ли 33 миллиона человек. Потерь, да? И это все уже началось. То есть Хирохито на тот момент уже наделал больше, чем на тот момент наделал Гитлер, да? Вот. Ну и вообще так, в абсолютных цифрах Хирохито может дать фору кому угодно. Вот. Но, как мы видим, Хирохито по-прежнему совершенно рукопожатный человек, с ним все разговаривают. Это во-первых, а во-вторых, даже после Второй мировой войны, да? Ну, когда, казалось бы, надо заклеймить, да? Упырем назвать и все. Нет. Хирохито вполне себе, ну, там, с некоторыми уступками он отказался от божественного статуса, но он вполне себе остался в углове государства. Вот. То есть, сказали, что во всем виноваты министры и генералы. Ну, какие они плохи. А вот в Европе все было наоборот, да? То есть, там, Гитлер умер, каких-то самых высших сановников несколько человек повесили, а вот все генералы, которые, собственно, осуществляли политику фашистов, да, на захваченных территориях, вот, и делали ее возможной, вот, они оказались не виноваты, потому что Гитлер плохой. А здесь наоборот. То есть, тут Хирохито оказался во всех этих миллионных жертв не виноват, вот, потому что плохие генералы. Вот такие вот двойные стандарты. Вот. За последнее время в советско-японских отношениях имеется известное улучшение. Это очень аронично звучит после Хаухингова. Это улучшение наметилось со времени недавнего московского соглашения, в результате которого был ликвидирован известный конфликт на Монголо-Маньчжурской границе. В течение, ну, я замечу, что там еще пакт Молотова-Риббентропа очень посодействовал потеплению наших отношений с Японией, потому что японцы, ну, они как бы думали, что мы тут все враги, да, то есть они и немцы, они воюют против кровавого совка, проклятых коммуняк, все дела. А тут, бах, Гитлер подписывает с нами договор о дружбе и границе, и вот эту вот всю фигню, да, вот. Японцы обиделись. Вот, к нам приезжал их премьер-министр, здесь сильно нажрался, вот, ну, как рассказывают, что Старина чуть ли не на плечах донес до поезда, вот. Ну, и, в общем, да, подписали мы тут с ними соглашение. Вот, в течение ряда месяцев, точнее говоря, в течение мая, июня, июля, июля, и август, и до середины сентября в Номанханском районе, примыкающем к Манчжоу-Манчжурской границе, происходили военные действия с участием японо-манчжурских и советско-могольских войск. В боевых действиях за этот период участвовали все роды оружия, включая авиацию и тяжелую артиллерию, а бои иногда принимали весьма пролитный характер. Никому не нужный конфликт вызвал немалые жертвы на нашей стороне, но эти жертвы были в несколько раз больше на японо-манчжурской стороне. Наконец, Япония обратилась к нам с предложением ликвидировать конфликт, и мы охотно пошли навстречу японскому правительству. Ну, вот тут вот Молотов так очень аккуратно выражается, да, он не говорит, что мы там разнесли к чертовой матери под Холхингом, он так не хочет обижать вот японскую сторону, говорит, да, ребята, вы тоже там типа хорошо дрались, но мы тут были получше, вот, поэтому вы обратились к нам с предложением, вы хорошие. Как известно, конфликт был вызван стремлением Японии присвоить часть территории Монгольской Народной Республики этим путем насильственно изменить свою пользу монголо-манчжурскую границу. Такой односторонний метод должен был встретить решительный отпор и показал еще раз свою полную несостоятельность, когда дело касается Советского Союза или его союзников. Если на злополучном примере Польши было недавно продемонстрировано, как дешево иногда стоит, иной раз стоят пакты о взаимопомощи, подписанные некоторыми великими державами Европы, ну, это Англия, Франция имеется, конечно, в виду, то на монголо-манчжурской границе было продемонстрировано совсем другое. А вот, ну, действительно, это было очень показательно, да, вот, особенно в сравнении это смотрится, что действительно произошло с Польшей, которой дали гарантии, вот, и что было в Монголии, которой мы тоже дали гарантии. Это, кстати, говорится и для прибалтийских республик, в том числе и для финнов, вот, здесь было продемонстрировано значение пактов взаимопомощи, под которыми стоит подпись Советского Союза. Бурные, долго не самолкающие аплодисменты. Что касается указанного конфликта, то в результате Советско-японского соглашения, заключенного 15 сентября в Москве, он был ликвидирован, и мир был полностью восстановлен на монголо-манчжурской границе, тем самым был сделан первый шаг к улучшению советско-японских отношений. На очереди стоит образование смешанной пограничной комиссии с представителей советско-монгольской и японо-манчжурской сторон. На этой комиссии предстоит рассмотреть некоторые спорные пограничные вопросы. Можно не сомневаться, что если добрая воля будет проявлена не только с нашей стороны, то метод делового рассмотрения пограничных вопросов даст положительные результаты. Кроме того, выяснилась возможность приступить к переговорам по вопросам советско-японской торговли. Нельзя не признать, что и развитие советско-японского товарооборота соответствует интересам обоих государств. Тут на самом деле впечатляет вот эта вот мобильность и гибкость, да, тут только что мы воевали, да, только что были упыри агрессора там тра-ля-ля, бах, а тут вот раз и все, и давайте уже там торговые договоры, все дела, мир, дружба, жвачка, все такое. Вот, я думаю, многие европейские политики могли бы позавидовать. Таким образом, мы имеем основание говорить о наметившемся улучшении наших отношений с Японией. Сейчас трудно судить, в какой мере можно рассчитывать на быстрое развитие этой тенденции. Нам еще не удалось выяснить, насколько серьезно подготовлена почва для этого в японских кругах. Ну, там же эти самые всякие ястребы, генералы противные и так далее и тому подобное. Вот, со своей стороны должен сказать, что мы положительно относимся к этого рода японским предложениям, подходя к ним с точки зрения основанной на нашей политической позиции и заботы об интересах мира. Наконец, несколько слов о военной контрабанде и о вывозе оружия из нейтральных стран в воюющие страны. Ну, это о международной торговле больше. На днях была опубликована нота советского правительства в ответ на ноты Англии от 6 и 11 сентября. В нашей ноте изложена точка зрения СССР на вопросы военной контрабанды и указано, что советское правительство не может причислить к военной контрабанде продукты питания, топливо для мирного населения и предметы одежды, что запретить ввоз предметов массового потребления, значит обречь детей, женщин, стариков, больных на бедствие и голодную смерть. Ну, то есть, боющим странам можно помогать сбоку откуда-нибудь, да, через третье государство, там, питанием, топливом для мирного населения, одежды и так далее. А вот, советское правительство указывает в ноте, что такие вопросы не могут быть предметом одностороннего решения, как сделала это Англия, а должны быть решены с общего согласия держав. Мы рассчитываем, что нейтральные страны, а также общественное мнение Англии и Франции признают правильность нашей позиции и примут меры к тому, чтобы война между армиями воюющих стран не была превращена в войну против женщин, детей, стариков, больных. Во всяком случае, наша страна, как страна нейтральная, не заинтересована в разжигании войны, примет все меры к тому, чтобы сделать войну менее разрушительной, ослабить ее и ускорить ее окончание в интересах мира. С точки зрения такой перспективы, решение американского правительства об отмене запрета на вывоз оружия воюющей страны вызывает законные сомнения. Ну да, то есть, все-таки поставка, скажем, еды, одежды и топлива для обогрева детям, старикам и женщинам это одно, а поставки оружия воюющей страны это немножко другое. А вот едва ли может быть сомнений, что это решение будет иметь своим результатом не ослабление войны и не приближение конца войны, а наоборот усиление, обострение, затяжку войны. Ну, имеется, кстати, ввиду поставки оружия в Англию, насколько я понимаю. Вот, конечно, такое решение может обеспечить высокие барыши для американской военной экономики. Молотов сразу тыкает пальцем, прям просто в больную точку. Но вот вопрос, может ли это обстоятельство послужить оправданием отмены эмбарго на вывоз оружия из Америки? Ясно, что не может. Такова международная обстановка в настоящее время, таковы основы внешней политики Советского Союза. Бурные, долго не смолкающие аплодисменты, переходящие в абацию. Все встают. Фух, вот так вот. Вот такой вот документ, я говорю, он гораздо сложнее, чем первый доклад, который мы читали. Здесь очень много скользких действительно таких моментов, касающихся изменения позиций по Германии, по Японии и так далее и тому подобное. Но опять же, во-первых, это дипломатия, штука циничная. Во-вторых, надо рассматривать все с привязочкой именно к конкретному времени. То у нас так интересно получается, вот у нас Гитлер зверь, зверь. Вот, соответственно, но мы с ним в Мюнхене договариваемся, да? А, тогда он еще не был зверем. А когда он им стал? А когда мы с ним начали договариваться? А что случилось, собственно? Вот за это время. Что такое произошло? Что он на Францию напал? Ага. Это субъективный взгляд, понимаете? Вот. Он сначала предлагал мир, вы сами отказались. Это он еще, кстати, не напал ни на кого. Вот. То есть, это пока странная война, вот, да? То есть, что он Польшу раздербанил, так Польша сама всех хотела дербанить и дербанила. Вот. Польша была такая полуфашистское государство, где угнетались народы, там, и так далее. Где не было демократии, кстати. Демократии в Польше не было. А, вот. То есть, в данном случае. Что страшного-то случилось. Вот. А, положили с прибором на гарантии Англии и Франции. Ну, ребят, и вы, если не можете сами обеспечить свои гарантии, то не удивляйтесь, если на вас кладут из-под хвоста. Вот. Или вы просто обманули поляков. Тогда, тем более, какие претензии могут быть кому-нибудь еще, кроме вас. Вот. Ну, и так далее, и тому подобное, да? Дипломатия штука циничная. Но очень интересная. Вот. Если вдумчиво это все дело читать. Полтора часа. Черт устал. Вот. Всем хорошего настроения. Всем добра. Изучайте исторические источники. Услышимся.